История кораблестроения в Украине богата и многогранна, отражая стратегическое положение страны вдоль крупных водных артерий и Черного моря, а также ее индустриальный потенциал и исторические связи с разными державами. Самые ранние свидетельства судостроения на территории нынешней Украины восходят к древним временам, когда скифы и другие ранние славянские племена создавали примитивные деревянные лодки для транспортировки и рыболовства на Днепре и других водных путях. Днепр являлся важнейшей торговой артерией в эпоху Киевской Руси, связывая славянские государства с Византийской империей. Русичи строили крепкие плоскодонные суда, именуемые ладьями, для торговых и военных экспедиций, некоторые из которых достигали Константинополя. Эти суда были жизненно необходимы для экономики и военных компаний ранних славянских государств. На протяжении 16-го и 17-го столетий запорожские казаки, базировавшиеся на территории современной Южной Украины, прославились своим мастерством в судостроении. Они создавали небольшие маневренные лодки, известные как «чайки», которые использовались для набегов на османские владения и защиты своих земель. «Чайка» была быстрым и маневренным судном, способным плавать как по рекам, так и в открытом море, что делало ее идеальной для казацких военных походов. Находясь под контролем Речи Посполитой, украинское судостроение испытывало влияние западноевропейских конструкций и методов. Однако основная часть судостроения по-прежнему концентрировалась на небольших локальных судах, а не на крупных океанских кораблях. В эпоху Российской империи судостроительная отрасль Украины начала индустриализироваться и расширяться. Одним из наиболее значимых событий стало основание Николаевской верфи в 1788 году князем Григорием Потемкиным по созданию мощного военно-морского присутствия на Черном море. Николаев превратился в крупный центр судостроения, производящий как военные, так и гражданские суда. На протяжении всего XIX века судостроительная промышленность Украины неуклонно развивалась. Николаевская и другие верфи вдоль Черного моря и Днепра производили разнообразные суда, включая линейные корабли, крейсеры и торговые суда. Отрасль извлекала выгоду из богатых природных ресурсов Украины, таких как древесина и железо, а также стратегического значения Черного моря. В XIX веке также появились паровые двигатели и броненосные корабли. Украинские верфи адаптировались к этим технологическим инновациям, производя паровые военные корабли и коммерческие суда, что еще больше укрепило судостроительный потенциал региона. После Российско-Украинской войны и создания Советского Союза украинские верфи были национализированы и стали неотъемлемой частью советской судостроительной индустрии. Например, Николаевская верфь была переименована в Черноморский судостроительный завод и стала одним из крупнейших и важнейших судостроительных предприятий в СССР. Во время Второй мировой войны украинские верфи сыграли ключевую роль в производстве кораблей для Советского флота, включая подводные лодки, эсминцы и другие военные суда. Верфи также понесли значительный ущерб во время войны, особенно в период нацистской оккупации, но были быстро восстановлены в послевоенные годы. В период Холодной войны украинские верфи стали центральными в усилиях Советского Союза по созданию мощного флота. В частности, Николаевские верфи отвечали за строительство некоторых из крупнейших и самых современных военных кораблей СССР, включая авианосцы, крейсеры и подводные лодки. Производство этих судов требовало передовых технологий и квалифицированной рабочей силы, и Украина стала ключевым регионом для военно-промышленного комплекса. Помимо военных кораблей, украинские верфи также производили широкий спектр коммерческих судов в советское время, включая танкеры, грузовые суда и пассажирские лайнеры. Эти суда использовались как внутри страны, так и для международной торговли, внося вклад в советскую экономику. После обретения Украины независимости в 1991 году судостроительная отрасль столкнулась с серьезными вызовами. Переход от плановой экономики к рыночной привел к сокращению государственного финансирования и военных заказов, что вызвало падение производства и финансовые трудности для многих судостроительных заводов. Однако отрасль адаптировалась, находя новые рынки и диверсифицируя производство. В 21 веке украинские судостроительные заводы стремились модернизировать свои мощности и привлечь международное партнерство. Николаевские и Херсонские судостроительные заводы продолжали производить различные суда, включая грузовые суда, танкеры и специализированные суда для нефтегазовой промышленности. Украинские судостроители также сотрудничали с иностранными компаниями для производства судов для международных клиентов, что помогло сохранить актуальность отрасли на мировом рынке. Несмотря на экономические трудности, судостроительная отрасль остается стратегически важной для Украины, особенно в контексте национальной обороны и экономического развития. Продолжающийся конфликт с Россией и аннексия Крыма подчеркнули важность поддержания сильного судостроительного потенциала как для военных, так и для коммерческих целей. История судостроения в Украине отражает географическое значение страны, промышленный потенциал и стойкость ее народа. От первых дней Киевской Руси и казацких чаек до индустриальной мощи советской эпохи и вызовов независимости, украинское судостроение эволюционировало, чтобы отвечать потребностям разных эпох. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...